Украинская сторона вновь обратилась за помощью в эвакуации своих убитых и раненых военных. На российский пункт пропуска Новошахтинск доставлено 6 раненых и 4 убитых военнослужащих Украины. Кроме того, украинская сторона через пункт пропуска Гукова также передала троих раненых военнослужащих. УАЗ «Патриот» буквально разрешечен пулями и осколками снарядов. Раненым военным требуется медицинская помощь. Врачи скорой помощи тут же начинают ее оказывать. В машине тело убитого военного священнослужитель благочинный Новошахтинского округа Георгий Смаркалов проводит короткую заупокоенную службу. Святой мы благим и животворящим Твоим духом, ныне и при сно и во веки веков. Медики обрабатывают раны. Один военный сильно контужен и не может самостоятельно передвигаться. Раненым предстоит лечение в госпитале, но в своем, украинском. Поэтому через территорию Ростовской области они будут переправлены на Украину. Передача раненых и убитых украинской стороне запланирована в российском пункте пропуска Матвеев-Курган. 27 июля в 3 часа ночи российские пограничники в пункте пропуска Матвеев-Курган передали украинской стороне 9 раненых и 4 погибших украинских военнослужащих. Тех военнослужащих, кого прооперировали в Гуковской, Шахтинской и Ростовских больницах, сегодня ночью переправили самолетом в Киев. А врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое. У бойцов пулевые и осколочные ранения, ожоги различной степени тяжести. Продолжение следует...